Добрый день, уважаемые коллеги. Уютным зимним субботним вечером поговорим дальше о проблемах, которые нас волнуют. Хотел очень большое уважение к представителям исламского образования высказать. Всё, что вы делаете, абсолютно поддерживаю, считаю правильным. Но вместе с тем у меня возникают такие вопросы, мне кажется, они будут немножко со стороны, вы находитесь в потоке, со стороны государства, может, со стороны даже человек, который в настоящее время не погружён. Как вы ответите на этот вопрос? Что даёт исламское образование, которое на 100% будет реализовано по тем планам, которые вы преследуете? Что, люди будут правильнее верить в Бога или искренне верить в Бога? Я извиняюсь, можно я… Хорошо, спасибо. Вопрос… Я понимаю, что преследуются абсолютно правильно, абсолютно вот те цели общечеловеческие и так далее. Вот. Но нет ли в человеке изначально установки на агрессию? Не является ли человек изначально животным? И насколько сильно биологическая составляющая этого вида влияет на всё остальное? Вот здесь в первую очередь я хотел бы обратить внимание, да, вот немножко… Вот на меня я вижу обиделись, зря. Чуть-чуть с другой стороны развернуть дискуссию, потому что сейчас вот говорили о высших смыслах, и это очень правильно, но они иногда ускользают от внимания. К примеру, да, вот мы сейчас говорим, какие причины радикализации, социально-экономические, идеологические, финансовые вливания, внешние доктрины, внешние политические силы там и так далее, и так далее, и так далее. Всё это абсолютно имеет место быть, но мы на всё это смотрим почему-то как-то разрозненно. И вот я сейчас предложу ещё одно видение, тоже ещё с другой стороны, и увижу нашего слона, у которого каждый увидел по ноге, по голове, ещё и хвостик. Вот, например, немецкий исследователь показывает это логическое биологодемографическое объяснение явления, породившим волну терроризма и насилия, назвав это явление злокачественным демографическим приоритетом молодёжи. Определение этого явления даётся сравнением количества мужчин в возрасте 40-44 лет с мальчиками в возрасте от нуля до четырёх лет. Демографический сбой происходит тогда, когда на 100 мужчин в возрасте от 40 до 44 приходится меньше, чем 80 мальчиков в возрасте от нуля до четырёх. Не буду долго ваше внимание отвлекать. Смысл в том, что когда слишком много происходит, много мужчин в активном возрасте, они начинают толкаться друг с другом, и происходит биологическое конкурирование. Площадка маленькая, ресурсы маленькие, всем хочется иметь доступ к ресурсам и так далее, и так далее, и так далее. Ближе к той теме, о которой заявлен мой доклад. Задача антитеррористической миссии, по сути, как структурного подразделения Национального антитеррористического комитета, это в первую очередь работать на упреждение, на профилактику террористических проявлений. И одно из самых основных направлений – это работа с лицами, которые наиболее подвержены идеологии терроризма. В первую очередь, это лица ближайшего окружения, людей, которые уже осуждены за террористические преступления с их детьми, с их близкими родственниками. Есть такой комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 год. Он утвержден Путиным. Буквально 5 октября туда были внесены дополнения. Увеличено количество людей, которые требуются особого внимания. И мы вот этим каждый день занимаемся. И к нам приходят люди, которые отказались от экстремистских, от террористических идей, вышли из этих организаций. У нас спрашивают совета, как дальше жить. И вот мы с ними разговариваем. Почему же вы не остались? Были у нормального имама, вроде. Вот он все знал, Коран знал, мог вам все объяснить. Что было недостаточно в той системе, которая существует, которую мы развиваем, и государство вкладывает, и деньги, и силы, и сердце. Основная все-таки тема в их ответах – это то, что они, во-первых, не почувствовали как человека, что к ним не относятся как к людям. И второе – то, что они не находят ответов на те вопросы, которые они задают. Вот то, с чего я начал. То есть при всем нашем многообразии и поддержке самого исламского образования, мне кажется, не все вопросы лежат в плоскости теологии. А может быть, даже далеко не все вопросы. И сама методология исламского образования здесь, мне кажется, вот это сложный момент, может быть, я его немножко коряво объясню, но вот не что изучать, а как изучать и как относиться к этому. Еще, да, вот немножко отступление. Начали смотреть, ну, проводится сейчас большое количество исследований, и дальше будет проводиться. Основной их результат в чем заключается? На мой взгляд, это, конечно, может быть и оспорено отдельными специалистами, но, тем не менее, участие в террористической экстремистской деятельности обусловлено высоким уровнем причинно-следственной связи их отклоняющегося поведения, в том числе вот агрессивно-экстремистского, с тремя зачастую взаимозависимыми и взаимоопределяющими причинами. Органические нарушения головного мозга, психологические травмы, полученные, как правило, в детском возрасте, и социально-психологический фон жизни с высоким количеством внешне фрустрирующих факторов. Вот, про третий пункт здесь очень подробно говорили, это и социально-экономический, и социальный лифт, и я на нем останавливаться не буду. Но вот психологические травмы, полученные, как правило, в детском возрасте. У нас у каждого есть травмы, и дородовые, и родовые, и при развитии. Вопрос в том, насколько адаптированная личность, насколько она может решать те задачи, которые перед ней стоят, развиваться. И вот о чем я сейчас хочу сказать, что тот компонент в исламском образовании, который определяет способность личности адекватно реагировать на фрустрирующие воздействия, каждый человек каждый день подвергается каким-то стрессам, вступает в какие-то конфликты, вступает в какие-то противоречия. Вот каким образом он сможет в себе вырабатывать адаптивные стратегии преодоления этих конфликтов, вот если и эту задачу в том числе будет решать исламское образование, как вот совокупность всех знаний и представлений, мне кажется, мы гораздо ближе подойдем к решению той задачи, которую оставим сегодня во главу конференции. Еще один момент с этим же связанный, и мне кажется, он определяющий при тех процессах радикализации, это как мы настроим у молодежи фильтр восприятия. Он у нас самих с учетом 90-х годов и прочее, 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 очень сильно сбитый, мы склонны воспринимать очень многие вещи в негативном свете. На самом деле, одновременно происходит огромное количество событий, но в зависимости от того, как мы готовы их воспринимать, мы выделяем из общего поля событий либо негативные, либо позитивные. И, соответственно, вся риторика террористических экстремистских организаций заключается в том, что у человека формируют негативный стереотип восприятия. Ему фильтры настраивают так, что он ничего другого просто не воспринимает. И когда идет работа по дерадикализации, по сути, мы занимаемся тем, что корректируем в первую очередь эти фильтры. На сегодняшний день у нас в восьми муниципальных районах республики работают межвездно-рабочие группы. Каждый человек, который находится в окружении террористических личностей, которые сидят, которые отбывают наказание или которые даже вернулись, находится под особым вниманием. И вот мы расписали, и на сегодняшний день это пошло в работу, такой подход, который определяет психологическое сопровождение деятельности вот этих рабочих групп. Первый этап работы заключается в проведении объективной комплексной диагностики жизненной ситуации, анализе личности лица, вовлеченного в террористическую экстремистскую деятельность, сборе глубинного анамнеза, раскрывающего возможные причины его отклоняющегося у поведения, анализ идеологических поведенческих установок, сформированной иерархией ценностей и картины мира. Одновременно на этом этапе производится исчерпывающее изучение обстановки в семье, взаимосвязи установок на жизнь и деятельность членов семьи и определение возможных рисков. Завершается первый этап формирования комплексного диагностического заключения с рекомендациями по стратегии дерадикализации. Второй этап состоит в организации адресной работы психологических служб по повышению уровня знаний социального окружения, членов их семей, категории особого внимания, в том числе путем консультирования членов этих муниципальных групп и окружения, то есть классных руководителей, работодателей, глав сельских поселений, уполномоченных участковых, сотрудников социальных служб и других лиц, и так и так, естественно, вовлеченных в контакт с данным лицом. Второй этап – не предусматривать непосредственного контакта специалиста с подчиненным, и для этого, собственно, нет законных оснований. И основная задача – именно формирование компетентной среды, окружения. Завершается этот этап формированием у лиц, членов семьи, категории особого внимания, осознанной добровольной потребности в указании ему психологической помощи. Третий этап – это, собственно, сама помощь и восстановление тех ресурсов адаптивных, которые у любого человека изначально есть, и помощь ему вот в этом. И четвёртый этап – это дальнейшее сопровождение. Нам очень большую помощь в этой работе оказывает ресурсный центр, который является соорганизатором этой конференции, за что отдельное спасибо. И вот в дальнейшем идём на следующие шаги, и вот эта работа у нас будет дальше продолжаться. Поэтому у меня вот у нас есть… Ко всем участникам конференции пришло письмо, в котором есть электронная почта. Там электронная моя почта тоже есть. Если у кого-то есть какой-то опыт по дерадикализации конкретных людей или опыт каких-то других стран, у меня большая просьба, присылайте, мы возьмём всё в работу. Будет общая польза. В принципе, вот всё, что хотел сказать. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»